Звуки живой музыки Почти на край света Офицерская выправка, безукоризненные мундиры и до блеска начищенные музыкальные инструменты Вот непременные атрибуты музыкантов Центрального военного оркестра Сегодня оркестр Министерства обороны – это один из самых известных военных оркестров мира Без его участия не проходит ни одно значительное общественно-политическое и культурное событие в нашей стране Военные музыканты выступают на Соборной площади Московского Кремля Обеспечивают музыкальное сопровождение парадов войск на Красной площади И даже инаугурации президента Российской Федерации Прибыв на остров, музыканты первым делом отправляются на репетицию и только после этого спать Разница часовых поясов, конечно, весьма ощутимая, но на следующий день запланирован ответственный концерт В этом году гастроли оркестра посвящены 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Творческое турне военных музыкантов по Сахалину началось с возложения венка к вечному огню на мемориале славы в Южно-Сахалинске Но и в других городах острова артисты находили время, чтобы посетить мемориальные памятники, пообщаться с ветеранами и, конечно, исполнить патриотические песни Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Словно сын ее услышать мог Традиционно во вторые выходные с сентября в Южно-Сахалинске празднуется День города В этом году ему исполнилось 128 лет Поздравить южно-сахалинцев приехал и Центральный военный оркестр Министерства обороны Выступления военных музыкантов сахалинцы запомнили и полюбили еще во время их прошлогоднего визита Поэтому они с нетерпением ждали новой встречи, их приезда на свой праздник А зрители на Сахалине удивительные Не испорченные примитивными развлечениями, они по-настоящему ценят живую музыку В каждом городе артистов встречали громом аплодисментов, восторженными криками «Браво!» И, конечно, просили автографы на память Разве может быть что-то больше награды для артиста, чем признание зрителей? Эти слезы на глазах бабушек Эти торты, которые они покупают за последние деньги и приносят после каждого концерта Это какая-то маленькая баночка икры То есть настолько все это трогательно, настолько все это приятно Это дети, которые подходят буквально каждому музыканту и просят автограф Хотят с ним сфотографироваться График гастролей у Центрального военного района Оркестра невероятно плотный Еще утром они радовали пациентов и работников военного госпиталя А уже вечером дают концерт в городе Долинске График гастролей был и вправду предельно насыщен Музыканты давали по два концерта в день в самых разных городах и поселках острова Но помимо выступлений были еще встречи с учащимися и преподавателями музыкальных школ Творческой молодежью, с которыми музыканты делились опытом и даже проводили мастер-классы Всего за 9 дней пребывания на Сахалине музыканты подняли настроение жителям Приморского Невельска Порадовали военнослужащих в поселках Хомотово и Дачное и даже играли при свете автомобильных фар в Долинске Несмотря на тяжелую восьмичасовую дорогу от Южно-Сахалинска Произвели невероятный фурор в городе Паранайске и поселке Смирны В некоторых городках оркестр побывал еще в прошлом году Так, например, в Холмске приезды артистов ждались нетерпением И на их концерт собрался практически весь город Однако были и новые места, где оркестр выступал впервые Для жителей города Корсакова концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Настоящий праздник Успех, произведенный артистами в прошлом году, дошел до корсаковцев Поэтому они с нетерпением ждали приезда московских артистов Выходя на сцену, настоящие артисты забывают обо всем И несмотря ни на что, на лицах наших музыкантов Во время выступлений и концертов нельзя было ловить и тени усталости Сложно держать режим, это значит, какие-то определенные вещи Мы не едим, мы не пьем, мы должны выспаться обязательно Чтобы вот так озвучить Когда работаем с микрофоном, естественно, нам легче Потому что динамика нам такая особо не нужна А так, конечно, организм должен быть отдохнувший Главное, отдохнувший организм Чтобы по-настоящему узнать этих людей, нужно увидеть их на сцене Музыкальное искусство – их настоящее призвание Самое сложное в работе артиста – это прежде всего донести до зрителя то, что заложено в твоей песне Если ты донесешь это, то зритель поймет и что-то для себя уяснит Что-то ему станет понятно, что-то ему станет ясно Поэтому для меня это самое главное То, что именно заложено в песне Не как ты ее поешь, а именно смысл, чтобы доносилось Оркестр – это единый, цельный организм Все музыканты в нем, как одна семья Как говорят сами артисты, такая дружба и взаимопонимание являются одним из ключевых факторов их успех В оркестре нет заурядных людей Здесь каждый артист по-своему удивительно талантлив И даже попасть в оркестр не так-то просто Нужно пройти массу конкурсов и отборочных туров Здесь у каждого своя роль, свое место Все по-военному четко Все музыканты в один голос утверждают, что такая теплая атмосфера в коллективе – это заслуга руководства Руководят оркестром по-настоящему влюбленные в свое дело люди Начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, главный военный дирижер, генерал-лейтенант Валерий Халилов Начальник оркестра, подполковник Сергей Дурыгин И художественный руководитель оркестра, полковник Андрей Колотушкин Очень легко, радостно петь с Сергеем Юрьевичем Мне кажется, один поворот головы, и он все понимает, что я хочу Очень ответственно, но в то же время очень просто петь с Валерием Михайловичем Халиловым Для меня большая честь, что он дирижирует со мной Потому что с главным военным дирижером не каждый удается Слава Богу, что все хорошо В этом году оркестр гибел с Сахалинцем в настоящую передвижную филармонию Где были представлены почти все жанры музыкального искусства Помимо плотного концертного графика, оркестр выполнял на Сахалине еще и дипломатическую миссию Руководство оркестра заключило с администрацией Сахалинской области специальное соглашение О проведении на острове Сахалин ежегодного международного фестиваля военных духовых оркестра Теперь каждый год в сентябре на остров будут приезжать военные музыкальные коллективы из разных стран Они будут радовать публику своими выступлениями, обмениваться творческим опытом и, конечно, взаимообогащать друг друга Только что было подписано соглашение между губернатором Сахалинской области и главным военным дирижером О том, чтобы это мероприятие, военно-музыкальный фестиваль, стал ежегодным На Сахалине был приурочен к дню города Вернее сказать, даже не к дню города, а ко времени окончания Второй мировой войны Стоит отметить, что уже в этом году в рамках своей гастроли Центральный военный оркестр дал совместный концерт с военным оркестром США «Тропическая молния» Цель каждого настоящего артиста достаточно ясна Пожалуй, главное – достучаться до сердца своего зрителя, заинтересовать его, зажечь огонь в его глазах Чтобы заставить человека отвлечь от своих повседневных проблем, нужно подарить ему настоящий праздник Стремясь к этой благородной цели, музыканты военного оркестра выступали также в военном госпитале Ведь издавна было известно, что добрая песня и хорошая музыка способны поднять на ноги даже тяжело больных Поет ты Коля, Коля Николай, эх, где дома не гуляй, не ходи на тот конец, ах, не носи девку в колец Валенки, валенки, ах, не подшиты стареньки, валенки, валенки, эх Концерт вообще прям замечательный, ну, можно сказать, участвовал я первый раз здесь И принимал участие, и как бы видел это все, особенно в большом количестве Очень, ну, оркестра было Ну, все очень замечательно, хорошо выступили, спасибо им большое Светлана Ильина одна из солисток Центрального военного оркестра Министерства обороны России В оркестре она работает уже год, и Сахалин для нее по-настоящему знаковое место Ведь именно после выступления здесь в прошлом году ее пригласили работать в оркестре на постоянной основе С самого детства сердце Светланы принадлежало народной песне И сейчас ее внимание обращено к многообразию именно народно-певческого музыкального материала Душа русской песни, она такая неопознанная, неразгаданная И сама до сих пор вот иногда не понимаю, что буду творить в данный момент, в данный концерт Восемь дней гастролей пролетели для артистов совершенно незаметно И вот наступил день расставания со ставшим уже почти родным, Сахалином Московские артисты увезут с Дальнего Востока потрясающие воспоминания О радушии и гостеприимстве этого поразительного края Самое ценное для настоящего творческого коллектива Это искренние отношения и любовь жителей, даже самых отдаленных городков и поселков, где он выступал Сами музыканты, побывавшие с концертами почти во всех странах Европы Выступавшие в США, в Австралии, во многих странах Азии порой едва сдерживали эмоции при таком теплом приеме Сахалина это место, где побывав однажды обязательно захочется вернуться И тогда над островом вновь звучит великолепная музыка легендарного оркестра Россия, Россия, целом мире ты не разомна Россия, 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 всегда мирная страна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова